На горячую линию, уполномоченного по правам человека Якутии, поступили звонки обманутых дольщиков города Якутска. В столице Якутии, прямо в центре города практически, стоит незавершенное строительство. Вот за мной. Ему уже 18 лет. История этого строительства очень интересна и поучительна, но до сих пор решить эту проблему никто не решается. История строительства началась в 1999 году. Кооператив просвещения начал строить по заданию правительства Якутии дом для преподавателей. Строительство началось очень бурно и быстро. Даже было обещание построить дом за два года. Мы попали под снос. Наш дом стоял вот здесь. На этом месте, когда-то ваш дом, да? Да, стоял наш дом. Эту квартиру нам передала организация, которая работала, бабушка работала на той организации. И они передали, сняли с баланса и передали нам собственность. И такой документ есть. В 2001 году мы подписали договор. Сказали, вот два года и будет уже квартира. Ну, так быстро построили, начали строить, а потом как-то прекратилось сразу. Три года нам предоставляло, вот застройщик предоставлял нам квартиры. Ну, в этом, в разных местах. А потом мы на дачу переехали. Построили домик и там живем на даче. У меня прописка даже вот сейчас. Прописка вот проспект Ленина 55 дробь 1. Четверо детей. Я всегда им говорила, вот мы будем жить в этой красивой квартире. Тут будет квартира. И у каждого будет своя комната. Дети тогда были маленькие, а сейчас они выросли. И сейчас я внукам говорю, мы когда-нибудь, да, получим квартиру. У вас были. Возведение дома замедлилось, когда правительство Якутили вышло из строительства. Взамен появился кооператив «Строим вместе». Сначала строился дом над 58 квартир. Уже построено было 4 этажа. Чтобы застроить дом, привлекались уже деньги частных лиц, которые брали кредиты, ипотеку и влаживали свои деньги. В 2003 году вступили мы в кооператив. По договору у нас должен был сдаться дом. Две двухкомнатные квартиры у нас. В декабре. В марте я вступила, в декабре. Вот с декабря у нас идет вот эта волокита с третьего года. Вместо того, чтобы застроить 58-ми квартирный дом, кооператив принимает решение построить второй дом на 20 квартир с гаражами. Предложение для горожан заманчивое. В центре города Якутска чуть ли не кацет со всеми удобствами. Благо земля у мэрии в аренде. И тут, начиная с 2003 года, вдруг выясняется, что строительство ведется без соблюдения законодательства. До сих пор документов на 58-ми квартирный дом почему-то у кооператива «Строим вместе» нет. Начиная с 2005 года строительство начинает останавливаться. Мы шли просто, заключали договоры и подобное. И потом через год-два уже все, наши деньги утекли неизвестно куда. Строительство остановилось. И в это время начали получать предписание, управление. В третьем году, в четвертом году, потом еще чуть позже, что строительство вообще-то незаконное оказывается. Нет разрешения на строительство. Потом с нарушением градоставительного кодекса. Сваи, вот такие спичечные, грубо говоря, их надо усилять и так далее. То есть вообще не отвечать никаким нормам градоставительства. Но несмотря на это, кооператива все-таки продолжалась строительство. Но мы как пащики-то в это сильно не влезали. Ну раз идет средство, значит что там делается. Ну в конце концов, в шестом году уже наметилась процедура банкротства. Что как бы денег нету, людям задолжали. Там со стороны какие-то третьи лица, оказывающие юридические какие-то услуги, оказывается, были вообще непонятные лица. Тогда это потом у кого-то гараж где-то что-то взяли, не заплатили. Ну вот пришли, конечно, методию банкротства. И вот в седьмом году процедура наблюдения была. Соответственно, через год уже конкурс на производство. В 2006 году официально в кооперативе «Строем вместе» начинается процедура банкротства. В связи с этим останавливается выплата аренды за землю, согласно закона. Но налоговые органы ее считают. И за 10 лет, как идет банкротство, уже насчитано более 3 миллионов рублей. В 2007 году дольщики незавершенного строительства подают в Якутский городской суд право собственности на квартиры. Суд признал. БТИ города Якутска на основе решения суда выдает технические паспорта на квартиры, виртуально измеряя коробки недостроенных домов. Дальше больше. Документы подаются в Росреестр. И здесь чиновники решили себя не утруждать регламентом, который предусмотрен законодательством. Не проверять лицензию на строительство, право на землю застройщика, актов передачи квартир и так далее. Дольщики на основании виртуальных квартир с помощью Росреестра получают свидетельство на право собственности квартир. Назначенные конкурсные управляющие, а их было трое, ведут дела по банкротству кооператива «Строем вместе». А проблема в том, что еще на квартиры, которые, вот видите, здесь какие квартиры, тут нет квартир, пустые, это объем воздуха. А суды в свое время, вначале, как бы оказали медвежью слугу кредиторам, пайщикам, ну, чисто из силовых побуждений, они им признали право собственности на квартиры. Без всяких документов, без актов приема, передачи, дубновных, тут и признали право на собственность на квартиры. А должны были, ну, максимум право требований на квартиры, это законно прописано, или право на долю, ну, если пайщик, да. Ну, соответственно, люди получили на руки эти решения судов и пошли в Росреестр, зарегистрировали права по решению суда. А Росреестр тоже закрыл глаза на все, не потребовал там никаких документов, ни проектной сметы, да, ни разрешения на строительство, ни акта приема-передачи, то есть не удостоверился о том, что есть жилье, и взял, и тут зарегистрировал права на основании судебного решения. Вот и все. В результате возникла такая ситуация, когда земельный участок был в аренде ЖСПК, вот этот дом был зарегистрирован в 1926 году за ЖСПК, а с 1927 года физлица тут и тут зарегистрировали свои права внутри этих зданий. А квартир-то на самом деле нет. Как они оформляют эти перепродажи несуществующих квартир? Да, формально на основании только бумажек. Они же должны требовать, где акт приема, где квартира, блин. Что вы продаете нам? Пустой воздух на оформляем, печати ставим, что ли? Вот так виртуально БТИ выдавало технические паспорта. Скажите, пожалуйста, это похоже на гараж благоустроенный? Или вот эти разъемы, проемы окон, похожи на квартиры? Сами посмотрите, стоят просто стены и все. При этом у них технические паспорта. А это свидетельства на право собственности оказаны согласно технического паспорта БТИ квартиры, которые стоят за мной. В это время Минстрой Якутии, согласно закона об обманутых дольщиков, выплачивает компенсации дольщикам из недостроенного дома 58 квартир. Порядка более 1 миллиона на каждого дольщика. К сожалению, список получивших компенсацию до сих пор засекречен. Строй говорит, что я не подпадаю ни под какие программы, потому что у меня снос. Была программа обманутых дольщиков, а я под это не подпадаю. У меня договор другой. Поэтому я денег не получила и у них денег нет. И квартиры они не могут меня обеспечить. Все отправляют, вот ССПК строим вместе. А ССПК строим вместе, банкрот, и вот ходим, как кредитор. На этом фоне дольщикам 20-ти квартирного дома выдается право собственности на квартиры, которых нет. И они идут на продажу. Одна квартира уже продавалась 8 раз. На сегодня остался один дольщик из первопроходцев 20-ти квартирного дома. Остальные просто купили право собственности. Все это выливается в конфликт. Дольщики Кооператива строим вместе спорят с людьми, которые уже купили право собственности на квартиры, так как у кооператива зарегистрировано право собственности на незавершенное строительство 20-ти квартирного дома. Сейчас хозяева прав собственности на квартиры ведут строительство этого дома. Здесь интересная ситуация. Вот, допустим, у вот этого блока, вот этих домов, у них у всех есть хозяины. И у всех у них есть свидетельство о госрегистрации незавершенке. Они вот хотят достроить, достроить и получить эти квартиры, а им постоянно препятствуют. А вы в курсе, что на это здание целиком есть право собственности, чтобы пока строим месте? Хорошо, но в то же время у каждой вот этой квартиры есть свое собственное свидетельство о регистрации данной квартиры, собственности незавершенного строительства. Квартира больше или все-таки станет целиком больше? В свое время было неправильно оформлено земельный участок здесь с нарушениями. То есть мы можем достроить каждую свою квартиру путем, через кооператив, все. И решится проблема. То есть никакой, в принципе, проблемы нет. То есть каждый влаживает деньги и достраивает свое жилье, заселяется, все. На сегодня ситуация абсурдна. Права на собственность есть, но собственности в реальность жизни нет. Но уже появились документы о том, что земля принадлежит ДИЗО города Якутска и заключение департамента градостроительной политики окружной администрации города. О том, что данное завершенное строительство является аварийным и строительство двух домов незаконно. Но есть банкротство, кооператива «Строим вместе» и претензии комитета кредиторов. Ну, у нас как кредиторы, у нас очень простая. Мы в свое время подали иск в суд и, соответственно, ждем судебного решения. Вот и все. Должен кто-то вот эти наши требования удовлетворить. То есть оно по закону банкротства как? Имущество выставляет на морги, продается, и за счет этих средств нам возвращаются вот эти деньги, которые мы заявили в суд. Вот и все. В общей сумме у нас 27 кредиторов по банкротству. Это округленная сумма 47 миллионов. Ну, можно же, в принципе, решить город, а можно это решить. Есть жилищные программы разные, да. Нам выдать, например, как жилищный сертификат, если мы не подпадаем под новый закон о должниках. Можно решить вопрос? Тут всего квартира вот 7-8. Для города это немало, на самом деле, конечно. Но решить этот вопрос можно. Банкротство кооператива «Строим вместе» идет уже 12 лет. И вина только государственных органов. Как получилось? Выплачивая компенсацию обманутым дольщикам в 2012 году, Минстрой Якутии не соизволил даже узаконить право государства на часть незавершенного строительства. Государственные деньги отдали просто так. Вина чиновников Росреестра очевидна. Как можно выдать документы на несуществующий объект? Теперь суд на основании предыдущих ошибок не может принять законных решений. Муниципалитету Якутска, оказывается, не нужны были деньги в бюджет в течение 12 лет. Только Министерство внутренних дел по Якутии признало, что данное незавершенное строительство является криминогенным и является объектом мошенничества. И требует решить данный вопрос до конца года. Государственные органы совершили ошибку. И сегодня стоят два дома пустых в центре города. При этом строительство не ведется в связи с тем, что эти дома признаны аварийными.